Что уже сделали и что впереди. Фонд Александра Прокопьева провел очередное заседание. Уже несколько лет фонд оказывает грантовую поддержку школам и детским садам. Так появилась спортивная площадка в первой гимназии Бийска, а у 25-й школы своя радиостудия. Перечислять можно долго. Много и планов на ближайшее время. Фонд продолжает грантовую поддержку проекта. Как я уже сказал, это проект среднеобразовательной школы города Бийска и детские сады сельских районов. На этот раз попечители уделили внимание еще одной школе, только уже из Боровихи Первомайского района. Жители села много лет ждут новое здание, но из-за длительных разбирательств с земельным участком он был в аренде. Работы здесь не начинали. Суды закончились, теперь есть шанс попасть в краевую адресную инвестиционную программу на 2019 год. Эту возможность ранее обсудили на совещании с министром образования Максимом Костенко и депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Если все пойдет по плану, то в 2021 году в Боровихе начнется строительство новой школы. Сегодня важно было бы помочь вот этим ребятам, которые у нас являются будущим Алтайского края. И в тайком положении они находиться не должны. Поэтому предлагается перераспределить средства с фестиваля нашего, с Бисглобал Пати, в пользу непосредственно школы Первомайского района, села Борових. Эта мера вынуждена, ведь бюджет фонда формируется в начале года, и новые средства можно взять только из других статей. Попечители понимают, что самостоятельно сельчане не справятся. На ремонт старой школы, которой уже более 80 лет, у района денег недостаточно. А возить детей в школы с соседних сел нет возможности. Попечительский совет намерен помочь. Уважаемые коллеги, есть предложение проголосовать за данное предложение? Не согласен, конечно. Единогласно? Да. Все члены попечительского совета проголосовали за то, чтобы перераспределить средства и отправить эти средства на финансирование ремонта общей образовательной школы. Дети – это святое, поэтому мы обязаны помогать прежде всего детям. Бейчане с пониманием относятся к решению фонда, поскольку безопасность детей превыше всего. К тому же БИСК не останется без праздника. В этом году принято решение провести День города в начале сентября. В то самое время, когда и должен состояться фестиваль БИСК Глобал Пати. Андрей Дриер, Николай Шелко. День с толком.